Всем салют, меня зовут Альтер. Меня зовут Джин. Вы находитесь на канале Чигиряут. В общем, я тебе специально не сказал, потому что я бы иначе тебя не затянул. Я сам очень долго решался, отговаривал себя, но этого никто не делал, в принципе. Я не видел этого в интернете, поэтому подумал, почему бы не снять реакцию на истории Ольги Бузовой. Их смотрят 3-4 миллиона человек. Братан, я тебе по секрету скажу, я их смотрю. Серьезно? Тогда это будет в основном моя реакция, потому что я не смотрю, чувак. Нет, ну как бы я же не все, последний. Ты что, подписан на нее? Нет, я удалился, потому что мне достало эти истории, я удалился. 12 лямов, 12 с половиной лямов. И смотрят 4 миллиона человек, смотрят ее истории. И сейчас мы посмотрим. Время 6 часов еще. Ты готов? Да, давай. Что такое 3, 2, 1, что такое? Фотосессия. Ой, какая я красивая. Нет, она так же вроде симпатичная же, да? Нет. Идево. Ну вот же, смотри, фигура у нее нормальная. Нет, где нормальная? Смотри, вот это что за торчит? Это такое межлобие. Как я не знаю, как произойдет. Пока все равно. Почему она сели, а так это разговаривает? Потому что у нее губы, посмотри, не я люблю. Не закрывается? Нет, ну? Нет, ну так же. Ну она же симпатичная, по факту. Нет, зато она теперь за ботрухой встречается. Это все... Из комедии. Нет, это все бред. Нет, да, блядь. Братан, это не бред. Даже я знаю, что это бред. Это не бред, в комедии уже показали. Это все стек. Еду на работу. На какую на... Чего она? Такая переодела, спецовку, каску одела. Еду на работу. Или кассирша. Чего, какая работа? Съемки? Да, да. Ну хотя, по идее, блядь, это же медийная. Ну она певица же тоже работа. Выйти, спеть это же... Ну да, все окей, ладно, давай посмотрим, что с тобой. На лобное место. Ведущая жара, она же еще ведущая. На лобное место. Как только я останавливаюсь на кублуке, начинает болеть нога. Чего стоять? Стою на кублуке, начинает болеть нога. Нет, ну она, видишь, зато у нее есть реакция. Это, ну, как ее смена образа, типа, она грустная бывает иногда. Видишь, нифига я такая. Она, видишь, смотри, это вот эти всякие блики, это же через другое приложение. Она снимала себя, через приложение прогнала и потом только выкладывала. А это не инстаграмское приложение? Нет. Ну я не видел, как бы, может. А, да, хотя... Сейчас буду включать. Может, это если у тебя 12 лямов, у тебя такой фильтр появляется. Музыка хорошая, своя. Вот ты зажарила. Включалась такая. Своему школе. Типа, типа, сейчас она будет петь. Типа, извините, ребята. Смотри. Я, знаешь, хочу, ну, как, не то, что посоветовать, она же все равно меня не будет слушать. Но просто, ну, все же знают, что она не умеет петь, как бы, да, что это все фонограмма. Зачем она вот здесь в сторисах палится все время, что она не умеет петь? Я не знаю, ну... Ну, это же глупо. Я что хотел отметить, ей песни пишет Саша Эстэ, Александр Спарнов. Да, 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 кстати, рэпер, кстати, пишет. Он пишет, да, и пишет хит. Что не песня, то хит, короче. Хит за хитом просто фигачи же. И вот в этой песне он там на бэк-вокале вот поет, я слышу сейчас. Это очень круто, конечно. Повезло тебе с госфрайтером. У меня, знаешь, еще какой вопрос? Вот она по факту такая тупая, да, или притворяет, что она такая глупая? 21 проголосовали нет. Вы что вообще? Какого черта? Устала. Я в Москве несколько дней, и за все это время, что я нахожусь, ни один из всех доухажеров не спросила, как я себя чувствовала, не нужна ли мне какая-то помощь. Вы удивляетесь, почему я говорю, что не счастлива. Вот это? Типа, да? Ну, это она, блядь, играет, мне кажется. Как вот, как ей написать? Я даже ей написать не могу. Никак, никак. Как тебе написать? Вот он я. Мы просто не знаем твой сотовый, поэтому мы тебя не можем пригласить и узнать, как у тебя дела, понимаешь? Вот в этом вся проблема. А вот эти мужики, которые не пишут тебе и знают твой номер телефона, вот они говно. А мы хотим написать. Ну, номер нет. Чао. Чао, пока. Вот это контент. Это интересно смотреть. Смотрят, вижу. Не то, что наши видосы. Конечно, давай. Вот это огонь. Сейчас я чихну, бля. Молодь. О, лестница, ничего себе прикол. Лестница для собаки? О, она четвертая. Яна смотрит личное, что одиночество в сети. Почему, что я езжу на микро? Вот это, наверное, стрёмно вообще, да? Она же, пиздец, наверное, одинокая. Да, у нее просто хотят джихануть и все. Она как бы вообще, нахрене, никто не хочет, да? Ну, родителям нужна только и все. Опять. Ну, блин, братан, big stage. Я уже устал от этого всего. Это каждый день так, чтобы... Так и новый день у меня это перенечился. Это реклама. Сколько интересно за рекламу? Е-бать, прикинь, сколько миллионов, да? Я сколько-либо, помню. Тихо-тихо-тихо. Потрясающий комплект. Я же не сказал. Это, блядь, у нас в магазине можно купить за 300 рублей. В раму сидит, в блачок продается. Красивый синий цвет. Красивый синий цвет, ты понял? Все, бочечки надо. Другие некрасивые. Там Ольга Бузова сказала, что это заебись, и поэтому вот. Бумеранг. Я не ходила на каблуках с 3-го марта. Можно. В часе этого одевать платье, типа... Какая у тебя сегодня молодец. Дай-ка я одену. 3-го марта не ходил на каблуках. Своё платьишко одену. Сегодня же праздник, поэтому случаю... Зовите гостей, блядь, накроем стол. Смотрите, какой красивый. Синего цвета. Я снимаю специально для вас, мои принцессы. Я уже насмотрелся. Платье благородного. У нас с собой идут, короче. Благородного. Сегодня все сошлось. Ну только не мы, не ты. Она сейчас кажется... Эта херня синяя и... Ее украшение Фежеру. Платье Ольга Бузова дизайнер. Легким макияжем с акцентом на губы. Не вышел только... А все херня? С акцентом на губы. Ну и что мне такое красивое дело, скажите? Я не понимаю, что происходит. И вообще, что происходит с мужчинами, которые так мерзко себя ведут. Это же про нас. Блядь, дай номер, номер, дай телефон, я тебе позвоню. Я тебе мамой кляну. Нужен мужчина, вот мужчина. Вообще, просто отличное завершение нашего видоса. Сидели тут, угорали. Она как будто чувствует, понимаешь? Она как будто чувствует, что где-то сидят два уебка, блядь. Да блядь, этих дохуя этих уебков. Которые сидят и порочат ее честь. И надо было сказать, достоинство. Какой же ты мужчина. Оль, я на самом деле, ну, это хайпануть мы хотим. А так я бы тебе позвонил. Мои фанатские группы знают, о ком идет речь. Я бы посоветовала этому человеку считать количество половых партнеров своей жены, а не моей. Ой, это не нам, короче. Вот она так сказала еще, что прям она как будто сейчас разрывется. Там какой-то чувак, видать, ну, злой такой, троллил ее вообще жестко. Короче, как ты мог это все смотреть? У нее самая длинная лента, мне кажется. Смотри. Мне кажется, с нее многие берут девочки примерно. У нее все одинаково уже идет. Если вы еще хотите, чтобы мы собрались с Джином и посмотрели сторис Бузовой или еще у кого-то, то как бы пишите в комментариях, ставьте лайк. Да. Я как бы, нет, на самом деле я ничего против Ольги Бузовой не имею, потому что она хороший, популярный проект. Она, зато она знает, как себя продавать в этом плане. Как делать, так сказать, деньги, как выступать. Нашла себе крутого чувака, который пишет ей песни, или что он ее нашел там, непонятно. Ну, она молодец. Респект. Ей респект за то, что она реально, она очень много работает. И это вот ее плюс. Ну, вот непонятно, короче. Мне до сих пор вопрос, вот тупая она на самом деле, или это ее амплуа, образ, образ, да. А в жизни она совсем другая. Вот тут не могу до сих пор понять. Надо созвониться просто. Оля, оставь номер. Оль, мы как не та семья, которая тебя там задевает, троллит. Просто уж посмотрели твой инстаграм. Оставь телефон, мы тебя пригласим. Ну, я тебя приглашу в кафе. Да, а я нет. Займусь уж там, кредитнусь уж, ну, сходим уж нормально. Давай, всем пока. Check it out.